Военному делу учиться всегда пригодится. Именно поэтому Сергей решил пойти служить по контракту. В 2009 он уже вернулся из армии, служив срочно в Мурманской области. Через несколько лет на гражданке решил снова связать жизнь с военным ремеслом. Во внутренние войска МВД пришел полтора месяца назад. Люди в войсках сейчас нужны. К тому же стрелять умеет. Уши заложила. Это было шесть патронов. Щепка. Январь. Замерзли пальцы, ноги, руки. Мы бегали на стрельбе. Было круто. Несмотря на то, что на первых стрельбах отличиться не удалось, воспоминания остались хорошие. После этого стрелять приходилось по два раза в неделю. Сейчас Сергей с автоматом на «ты». Артем с самого детства мечтал стать офицером. В июле прошлого года он окончил институт внутренних войск в Санкт-Петербурге и по распределению попал в Череповец. Теперь командует ротой. Обращаю внимание на положение ног. Правая нога, продолжение туловища, тело и ствола, оружие. Левая нога до упора влево. Бойцы надевают обмундирование бронежилет, каска, сумка для боеприпасов, противогаз. Именно так проходит речь всех учений. Перед стрельбой из автомата Калашникова инструктаж. Упражнение выполняется по неподвижным целям на расстоянии 100 метров. Наслужащие выполняют его из положения изготовки для стрельбы лежа. Им дается 11 обычных боеприпасов и 4 трассирующих. Такие учения проходят еженедельно. В конце каждый из военнослужащих получает две оценки – за точность и технику. От мастерства этих солдат в определенном мере зависит безопасность в стране. Вместе с полицией они охраняют общественный порядок. Причем занимаются этой работой внутренние войска с 19 века. И только в конце 20-го у них появился свой профессиональный праздник. Отмечают его каждый год 27 марта. Накануне этого дня в Доме музыки и кино пройдет торжественное мероприятие, посвященное этой дате.